Расскажи секрет вот этого хорошего настроения, снижения веса, вот как нужно начинать свой день? Сделала движение, которое вот просто немножечко на растяжку и пошла вниз. Я 6 месяцев рассказываю, как нужно завтракать, потом пить кофе. У меня сейчас, кстати, интересно, свекла зашла очень хорошо. О, я хотелось так вот, ааа, сегодня день. Прям вот не было что-то вообще запрещено, вообще нельзя. Врач сказал, идите, женщина, не обманывайте нас, что у вас что-то были. Вставала ли ты к холодильнику? В таких случаях, во-первых, ничего не бросать. Главное не смеяться и не плакать. Всем привет, мы снова в гостях у Ани. И прошло уже 6 месяцев с начала нашей работы. И я напомню, что мы начинали нашу работу снижения веса с цифры 138,8 кг. Сейчас-то звучит прямо так страшно, что такое было. Конечно, мы уже прошли все самые сложные моменты. И сегодня вы узнаете, как Аня себя чувствует, как сейчас идет у нее вес, как изменилась ее жизнь, питание в том числе. И самое интересное, насколько же она снизила вес за 6 месяцев. Аня, привет. Привет. Ну, я тебе скажу, что выглядишь ты вообще по-другому. Вот я только что пересматривала видео, наше первое. Вот на этом же диване, кстати, у нас было интервью. Вот. И у тебя даже взгляд сейчас другой. Веселей. Ну и, конечно, веселей. А, да, одушевленней. Правильно. Как ты себя чувствуешь? Замечательно. Только ты сейчас не говори цифру, на которую мы с тобой пришли, да, потому что мы будем держать интригу до последнего. И в конце видео мы скажем. Согласна. Вот, расскажи просто про свои ощущения. Как сейчас? Я чувствую себя замечательно. Такая окрыленность, легкость. Ну, я могу так сказать, это прям большой-большой, огромный плюс в моей жизни. Ну, плюс в хорошем смысле слова, да, в том, что я поменяла гардероб. Я стала легче на подъем. У меня стало больше энергии. Я улыбаюсь больше, стала больше за собой ухаживать. Прям вот, вот, прям хочется. Да, кстати, теперь у Анисторис начинается. Масочки, массаж гуаша. Я говорю, боже мой, сколько любви теперь в твоих действиях к себе. Это просто невероятно. Так оно и есть, да. Потому что уделила время себе, обратила внимание на свое личное состояние, внутреннее, духовное. И это все вот в совокупности привело вот к такому результату. Как начинается сейчас твой день? По-разному. Ну, в большом случае это начинается прям легко, хорошо. Что ты делаешь? Уже знаешь, что нужно. Вот ты проснулась, что ты делаешь? Вот расскажи секрет вот этого хорошего настроения, снижения веса. Вот как нужно начинать свой день? Вот сейчас нас смотрят многие люди, которые только хотят худеть. И вот они начинают свой день с чего? Кофе, бутерброд и побежала. Как начинается день? У меня такие тоже бывают дни, но в общем, когда никуда не нужно спешить, когда вот такая вот спокойная ситуация, начинается с того, что пробуждаясь, нужно хорошо потянуться. Вот прям вот я понимаю, что вот прям везде надо потянуться. Записывай. Прям, да, хорошо размять, прям в постели размять себя, поднять ноги, посмотреть на них, помогать. Ну, то есть вот такие вот какие-то движения, да, почувствовать впалость живота, вот прям это так классно прям поднимает, то, что вот он как раз все улеглось, все, красота. И все, начинаем вставать. Ну, если никуда не спешу, прям сразу же можно тут же сделать, прям в комнате зарядку. У меня всегда стоит водичка, водичка и та самая пилюлька, которая мне пока еще необходима. Это таблеточка, это щитовидка. То есть это сразу приняла и сделала движения, которые вот просто немножечко на растяжку и пошла вниз ставить чайный куфер. Сколько у тебя занимает время вот эта твоя мини-зарядка утром? Если прям конкретно есть много времени, это может быть... Мы говорим сейчас не про много времени. Я не помню такие дни, когда у тебя было много времени. Где-то 10 минут я точно этому могу уделить. 10 минут, окей. Да, то есть прям по-быстрому, по-максимуму раз-раз и все. И загорелась дальше. Дальше я иду пить кофе. Это моя та самая еще. Натощак. Да. Ну, нет, вода была. Твою мать, Дина! Что вы делали 6 месяцев? Ну, подожди. Ну, кофе же оно идет с чем-то. И оно идет после воды. Ну, воду. С чем? С едой. Я сейчас попаду в оборок просто. С завтраком? У меня... Да, если я... А, ну все. Обязательно. Ты видишь, я иду спить кофе. И я думаю, я 6 месяцев рассказываю, как нужно сейчас завтракать, потом пить кофе. Ну да, я ставлю на кофе, ну, чтобы его приготовить. Тут же готовят завтрак. Ага. Сначала завтрак, ну и кофе обязательно. Но я не могу от него отказаться. Нет, нет, все нормально. Я говорю, просто я думала, что у тебя кофе идет натощак. Нет, это нельзя. Это я уже понимаю. Ага. Это я знаю. Все, ладно. У нас отмена. А как кофе я всегда с утра кофе пью? Ну, все правильно. Я говорю, просто я думала, что у тебя натощак. Нет, нет. Я же даже тебе всегда присылаю, что кофе, оно стоит, но его после еды. Так, я хочу спросить тебя. Я подготовила несколько вопросов. Да. То, как ты начала питаться в самом начале пути, вот в мае. Мы начали в мае. 8 мая, как помню, сейчас. И сейчас. Отличается ли у тебя рацион? То есть порция, объем, еще что-то. Что вообще изменилось в питании? Вот ты начала худеть 8 мая, и вот на сегодня там у нас 19 ноября. Да. Да, что изменилось? Ну, сейчас это все быстрее происходит. Это единственный момент. Как она изменилась? Ну, перестала взвешивать такое вот, то, что я уже знаю, те наработанные рецепты, которые нужно по-быстрому сделать или которые можно больше времени готовить. То есть, ну, тут уже взвешивание просто проходит. Без взвешивания все это проходит. А тарелка разнообразная стала. То есть, ну, больше рецептов знаю, больше, не знаю, продуктов. Вот я знаю, какие продукты уже мне надо. Я иду в магазин, я уже так-то, так-то, так-то. То есть, практически не взвешиваешься? Ну, не взвешиваю, практически нет. Если это новый рецепт какой-то я беру, да, который еще не отработан, естественно, что, ну, так вот, хотя бы примерно, ну, опять же, там всегда в основном одно и то же количество, мы же на тех же калориях остались. Да, мы, кстати, не меняли калорийность. Вот мы уже худеем 6 месяцев. И этот вопрос мне очень часто задают. Когда нужно менять калорийность? Когда нужно уменьшать ее? То есть, это после какого-то сброшенного веса или после какого-то определенного месяца снижения веса? Нет. Мы уже 6 месяцев снижаем вес на одной и той же калорийности. Причем эта калорийность 1800-2000 калорий. Вот в пределах 1900. Вес как уходил, так и уходит дальше. То есть, все нормально. Ну, мы сейчас еще поговорим про вес. То есть, если у вас, вам сытно, вы себя чувствуете при этом хорошо и вес уходит, ничего менять не нужно. Вот, не спешите урезать калории. Урезать калории успеем всегда. Да, ну, то есть, сколько белка, сколько всего, я уже знаю, да? То есть, у тебя уже хорошо, такое работает глазомер. Да, да, это я соглашусь. Глазомер работает точнее, чем весы и кухонные. Да, даже если вот, правда, какой-то новый рецепт, ну, просто мы же овощи не взвешиваем, мы их можем кушать в любом количестве, да? И в пареные, и вареные, и сырые, да, и всякие. В пареные овощи, кстати, овощи, которые тебе постоянно навязывает диетолог. Нет, ну, то есть, в любом приготовлении овощи их мы не взвешиваем. То есть, взвешиваем там белок, и что мы еще взвешиваем? Углеводы. Углеводы, да. Да, верно. Вот, и все. Там уже примерно ты знаешь, как, ну, я знаю, как и что. Бывает даже, если батарейка на весах села, было дело, я уже знаю вот так, вот так. Угу, все. Ну, вот это, кстати, тоже очень классный такой момент. Это классный навык, который я приобрела. Потому что, когда вы только начинаете снижать вес, взвешивать еду все равно придется. Нужно, потому что нужно научиться. Во-первых, сначала нужно почувствовать и понять свое тело. Какая калорийность тебе подходит? Вот мы все знаем, что есть формула Харриса Бенедикта, формула Мифлина Санжуора. Этих формул для подсчета калорийности, их очень много есть. Но просто цифры не всегда подходят. Вы можете посчитать, конечно, сколько вам нужно калорий есть для снижения веса. Вы посчитали, вы себе составили меню, вы поели и не наелись, например, да? Или, например, вы сели и съесть не можете эту тарелку. Хотя вам по калорийности все подходит. Или, например, все нормально, но ваш вес не уходит. Или еще хуже начинает расти. То есть цифры это то, от чего мы отталкиваемся в начале. Потом мы начинаем обязательно, вот как мы делали это с Аней, да? Мы начинаем это применять. Смотрим, сытно, не сытно. Чего добавить? Больше белка, больше углеводов, да? Больше овощей, жиры. Нужно ли бы добавлять или нет? То есть вот это вот идет такая постоянная, как сказать, методом проб, да? Мы подбираем то питание, которое подходит идеально. Вот. И то, о чем сейчас Аня говорит, да? Что вначале она взвешивала, чтобы мы поняли, что ей вот эта калорийность и вот этот баланс подходит ей хорошо. И дальше она уже настолько вот наработала свою насмотренность, когда она смотрит тарелку и понимает, вот это моя курсия, а вот это уже будет лишнее. Вы, кстати, даже с мамой ездили в отель, да, отдыхали на день. Опять же, там у вас питание было. Да, шведский стол. Шведский стол. И ты спокойно справилась тарелкой. Спокойно, причем, да. Не было, уже знаешь, ну, Гарвардская тарелка. А вот честно, а вот честно, там же есть этот вот стол, где плюшки, сладости, все такое. Нет, спокойно. Хотелось так вот, ааа, сегодня день пожелал. Нет, я спокойно. Не знаю почему, но вот, ну, когда настрой есть, вот, его уже, ну, как бы даже вот этой плюшкой не сломаешь. Я же спокойно иду мимо полок в магазине со сладостями. Иду спокойно, все. Единственное, зачем я еще могла бы зайти, это вот горький шоколад. Так, на какие-нибудь такие случаи. Ну, в отеле еще знаешь, что у многих срабатывает, что, ну, видите, за все оплачено, ну, надо же съесть не меньше, чем заплатил за проживание. Поэтому идут, вот начинают. Ну, если с таким настроем ехать, то это хорошо сорваться. Вот ехать, вот именно сорваться. Вот оторваться, сорваться. Но если нет этой вот потребности сорваться, если тебе хватает. Согласна. Хватает полностью, если ты четыре раза поел, ну, куда еще? Куда? Классно. Остается сытость, и уже в этом нет нужды. Так, следующий вопрос у нас. Что тебе сейчас не нравится в твоем питании? Что бы ты хотела доработать? Так, сложный вопрос. У меня трудности с полдниками, потому что, ну, вот быстренько, как сказать, быстренько не получается, да, там, если... Быстренько не получается что? Поесть или приготовить? Приготовить. Вот если вот не приготовила заранее, не подумала об этом, и, например, обед сделала там, или вот остался на одну порцию, хотя обед же можно бы и в полдник скушать, но вот эти вот моменты такие бывают, но вот на три раза как бы все хорошо, а вот с четвертым разом бывают такие, ну, и то я там быстренько уже творог, потому что творог всегда в холодильнике есть. Есть, да, творог, фрукт, и все это вкусно. Я тебе скажу, что такие проблемы есть у очень многих людей, причем не с полдниками, а в целом со всем питанием, вот за целый день. Почему не получается там придерживаться меню для снижения веса? Дело не в том, что меню не нравится, еще что, потому что не приготовила. Да, в нужный момент, да, осталась голодная, естественно, сорвалась, быстро накидалась чего, что попалось под руку, поэтому здесь, да, вот вопрос решается вот так, что готовишь, ну, кстати, удобно же готовить обед на два приема пищи. Очень удобно, вот когда уже понимаешь это, да, уже в самом начале пути ты понимаешь об этом, что эти вот три приема пищи, завтрак, обед и полдник, они вот как конструктор, их можно между друг другом мешать, мешать. Можете могут быть абсолютно одинаковые. Да, их можно мешать, и можно даже утром, ну, прям, если сильно хочется кушать, ты съешь прям обед на утро. Более легкий такой прием пищи можно оставить на обед, да, ну, то есть вот так вот между собой мешать. Вот так мы с мамой как раз и делали. То это единственное, что сложно, да? А ужин, ужин, вот, у меня сложно иногда его вовремя сделать, вот это вот сложно. Ага, потому что Аня пошла на работу, вот, теперь Аня работает, и у тебя график работает. Уменился график работы, у меня вечерние смены. С четырех? С четырех я уже приступаю к работе, и это где-то 10 часов вечера заканчиваю, плюс дорога домой, ну, 10-11 даже бывает. 10-11 вечера. Да. То есть сейчас получается как раз и полдник, и ужин выпадают именно на вот это рабочее время. Да, но это четыре раза в неделю у меня обязательно, вот, рабочие дни. Сейчас я пошла на более-больше часов работать, поэтому вот так вот немножко. А есть у тебя полдник на рабочих? К сожалению, прям минимальные. Прям надо урывать, потому что это кухня, это ресторан, это отдача, то есть это должно быть, ну, вот поток людей идет, ты там не можешь сказать, подождите, я сейчас покушаю. То есть вот, да. Если есть у нас достаточно людей, да, есть вот это вот место, я просто говорю коллегам, мне нужно сейчас покушать, иначе я упаду, вы не потеряете. Я иду и кушаю, но это не всегда бывает так. А я бы сейчас, знаешь, что сделала? Я бы полдник перенесла бы перед работой. Я хотела с тобой посоветоваться. На три часа, да, на три часа. То есть ты можешь немножечко раньше сдвинуть обед, чтобы он тебе выпадал не на час, не на два, да, на 12. Вот. На три часа поставила бы полдник, чтобы ты вот поела и поехала на работу, да. Да, сытая. Ну, и там просто вот вырвать это время, потому что с трех часов до десяти, это очень большой перерыв. В шесть часов это очень много, хотя и такой вариант тоже подходит, когда ты приходишь домой в десять вечера, нормально тоже поесть и лечь спать. Это лучше, чем не поесть вообще, потому что завтра голод будет такой, что ты сметешь все подряд. Взрыв. Вот, да, поэтому... А там уже просто выбрать, да, где-то окошко, в любом случае есть какие-то моменты спада, да, людей, когда не такая большая нагрузка, и уже перекусить. Ну, для этого, опять же, еда должна быть собой, потому что готовить, опять же, некогда будет. То есть это вырвут, как раз надо позаботиться об этом. Ну, так как я работаю в ресторане, на кухне. То есть еда есть всегда. Ну, слушай, я знаю немецкую кухню, там далеко не все всегда можно есть. Курочка всегда есть, то есть есть путин, индейка, да, курица есть, горнелин есть, то есть вот... Привет, приветки! Я уже могу переводить, я же закончила курс по немецкому. Тут мне с тобой легко стало. Потому что мои немецкие слова вылазят, но теперь меня поправлять будешь. Я могу вообще переводить. Риндфлэйш, это у нас... Говядина. Вот. А я, конечно, не вспомнила. Где мой сертификат СО2? Вот. То есть эти те самые... Я прям была очень рада, что эти продукты у нас есть на кухне. Если вдруг что-то, мне или я, или шеф-кох, он может мне приготовить. Я уже знаю, сколько это мои, там 90-100 грамм мяса. Ну, то есть вот в таких вот... Если смотря с чем я. Но на вечер у нас гарнир не идет, то есть я делаю себе салат. Салатов там у нас очень много. И поэтому... Но опять же... Если даже я вдруг из дома не взяла, я этого не боюсь. Но я стараюсь, что он из дома взять. Курочку там, где же самые... Какие-то рыбку, морепродукты, вот. Но если ты не успела поесть на работе, ты приходишь домой и ешь в 10 вечера. Это нормально. Я прихожу домой еще позже. Ну, понятно, в 10-11 все равно окей. Все равно ты ешь и ложишься спать. То есть это важно. Это важно для чего? Для того, чтобы, опять же, голод не был завтра зверский, второй момент. Для того, чтобы калорийность суточного рациона не уменьшилась, потому что это замедлит обмен веществ. Обмен веществ замедлился, вес становился. Все, привет, плато. А про плато я вам много рассказывала. Так, следующий вопрос. Это меня постоянно спрашивают наши подписчики. Ты ешь сладкое? Сладости. Сладости. Прямо вот так сладости. Всякие разные сладости. Ну, всяко-разно, да. У меня есть такой момент, когда мне хочется чего-нибудь сладкого. Сладкого вкуса. Перевожу. Вкусого, да. Сладкого вкуса, правильно сказать. Да, есть такие моменты, когда хочется сладкое. Ну, наши девичьи всякие дела, да. То есть все знают. Да, есть такие моменты. То есть я не могу сказать, что я там все отказалась. И здесь можно, ну, я уже говорила, я ищу там во фруктах. Мне сейчас, кстати, интересно, свекла зашла очень хорошо. О! Прям вообще свекла зашла. Пойдите шоколадку, поешьте свеклы. Нет, что, горький шоколад, конечно, я покупаю, есть, потому что не только я снижаю вес, но еще и мой ребенок старший. А это еще одна наша маленькая победа. Сейчас мы расскажем. Можно быть, да, уже тоже об этом сказать. То есть и так, чтобы это прям вот не было, что вообще запрещено, вообще нельзя. То есть вот такие вот, ну, нужно смотреть на продукт. Что еще ешь из сладкого, кроме фруктов и свеклы? Шоколадка. Сейчас в горьке кто-то заплакал, когда услышал про свеклу. Почему? Она сладкая, она вообще классная. Где-то несколько сладкоежек, у них просто потекли слезы. Ну, это правда вкусно. Я знаю, я сама люблю свеклу. Вот. Ну, прям. Нет, правда, ее же можно по-разному, да, употреблять. Ну, нет, короче, это много рецептов. Даже высушить, если свеклу сделать, как чипсы, вот такое, это очень вкусно. Там заходит. Потом сухофрукты меня очень спасает, очень классно. Тоже. Но с ними тоже. Нужно аккуратно. Да, это как небольшой перекус. Но все равно сладость. Плюс мы еще покупаем протеиновые. Протеиновые, да. Пудинг. У нас, ну, они продаются вообще во многих странах, я смотрела, потому что у нас очень много клиентов по всему миру есть такие протеиновые пудинги, протеиновые, как они еще, такие как... Мусс. Мусс. Мусс, он прям такой. Вот. У них очень маленькое количество сахара, большое количество протеина, вкусно, сладко, и это прям десерт. Вот. Прекрасно заходит. Вот эту вот тягу поесть и почувствовать сладкий вкус, они хорошо снижают. Да, то есть, ну, отпускаешь эту ситуацию очень быстро. И они без вот этих вот вредных, разных ядовитых таких подсластителей, то есть там хороший состав. Да, я так и выбираю, потому что, когда вот прям очень хочется и также вот просто на перекус, ну, я стараюсь это все-таки в первой половине дня, чтобы это не на вечер было, а чтобы это вот, ну, когда вот хочется сильно. То есть сладкое у нас все-таки в умеренных количествах есть, а вредное сладкое? Ну, которое сладкое, сладкое нормальное, а не свекла. Так, давай, торты, да? Торты, там какие-то десерты бомбические, знаешь, когда ходила на день рождения, да, ну, чтобы не объяснять, там, ну, господи, пока всем же не объяснишь, там, вот, а мне нельзя, а я вот это, вот там, вот, я на похудении. Ну, это и можно. А вот, и, ну, вот это вот все вот рассказывать людям. Съела я кусочек торта, или я взяла его с собой на утро и скушала его. Ну, что, прям, не раздуло же меня тут на 100 баллов, то есть, ну, бывает. Позволяла. Редко, но есть такие крышки. Так, хорошо, и отсюда вытекает следующий вопрос. Бывают ли у тебя срывы и как они проходят? Ой, знаешь. если ты съела кусочек торта на дне рождения у мамы, это был срыв или это была запланированная такая диверсия? Диверсия. Ну, по идее, день рождения это день рождения, да, то есть, это как запланированное, можно сказать, что ты уже знал, к чему ты идешь, как, или ты можешь... Это называется плановое отступление от диеты. Да, ты уже знаешь, куда ты идешь, на какое мероприятие и что из этого вытекает, естественно. Вот, а если срывы бывают, ну, вот, да, есть такие моменты, ну, я, знаешь, я такая молодец, я научилась. Я научилась не запускать эти моменты, как это у меня раньше было, знаешь, откровенно признаться, если вот раньше, как у меня был, еще до того, как я пришла на программу, при эмоциональных каких-то, эмоциональные срывы, естественно, и с едой срывы. То есть, перенервничала, пострессовала. Села перед телевизором, уложила детей, села перед телеком, съела полхолодильника, утром встаешь, никакая опухшая, отекшая, переболненная, вне настроения, в полном, продолжаешь, потому что думаешь, ай, уже все равно. И второй, и третий день этим же заканчивается, то есть, это могло вообще затянуться на неделю. Тяжело себя потом выгнать из этого состояния, поднять за уши, сказать, очнись. Ну, то есть, так и набирался вес. Два дня я на нормальном питании, а остальное все вот на таком, плюс алкоголь, ну, и все такое. А сейчас, сейчас я прям, знаю, что вот, если такая случилась ситуация, утром встаешь, открывая глаза, просто я знаю, это уже ощущение вот этой вот легкости, этого впалого живота, этого, этой энергии, потому что, когда переешь, вечером, вот я, вечерние приемы пищи, которые были у меня, после работы, я утром просыпаюсь, тем, что, ну, блин, там же еще не все переварилось, там еще вот, вот какие-то процессы, как будто еще происходят. И вот оно немножко тяжелее с утра. И когда вот мозг запомнил, вот это классное состояние, он хочет к этому вернуться, да, то есть вдруг, если такое вот у меня происходит, это однодневные, ну, ну, правда, однодневные акции такие вот, знаешь, как бы прошло, однодневные акции, прошло, и на утро уже ты понимаешь, так, сегодня, давай, Анечка, в программу. Аттракцион невиданной щедрости закончился. то есть, такая вот ситуация. Ну, я думаю, что вот на таких, вот на таких вот ситуациях ты больше ценишь свое то состояние, в котором ты проходишь, ну, вот, при программе, да, когда программу держишь. Вообще, если вот серьезно говорить, это очень классный навык уметь быстро вставать после таких падений. Ну, это может быть и плановое отступление диеты, может быть, внеплановое, и так и так бывает. Это нормально абсолютно. Еще я скажу, что первое, вернуться быстро на программу, ну, что значит на программу питания, это не значит, что ты сегодня начал резко быстро все взвешивать и так далее. Просто вернуться на свой чистый рацион и в свой режим, свою порцию, все, ты вернулся, как сказать, к своей базе, да, к своей базе. База питания, сон, движение, питание, сон, движение, что еще? Режим. Режим, да. Вот, четыре ножки стула. И вот, быстро вернуться, это классно, потому что, во-первых, ты понимаешь, что даже если ты где-то что-то нарушил, ты очень быстро эти последствия убираешь этими действиями. Второе, ты не застреваешь там и не возвращаешься, да, у тебя это все-навсего, когда ты вернулся обратно. И третье, скажу, это со стороны диетологии, это вообще даже есть такой специальный прием, когда мы сидим на дефиците калорий. Для того, чтобы вот качнуть вот так вот немножечко метаболизм, разрешается делать такие читмилы. То есть, вот один день, когда ты себе позволяешь все. Как это называется? Читмил. Ну, мы просто с тобой еще эту тему не проходили. Я вижу, что ты их периодически делаешь сама. Да, да, походу я в теме, только не знаю, как называется. Да, вот. Но важно, что эти читмилы можно делать, первое, это не ранее, чем через месяц, а то и 5-6 недель после начала снижения веса, потому что вначале эти читмилы будут очень частыми в основном, с них очень тяжело выходить, и они тормозят вес. А когда ты вроде бы как пытаешься его снижать, и ты результатов не видишь, все время все откатывается назад, у тебя вообще нет желания продолжать. То есть сначала нужно запустить этот процесс, а потом периодически себе разрешать. Вот, поэтому даже для раскачки метаболизма это иногда нужно и даже вот прям работает на руку. Вот, поэтому вот вам еще один лайфхак. Начали снижать вес, два месяца чистого, здорового питания, без всяких отступлений, а потом периодически разрешайте себе, без чувства вины, но очень быстро возвращайтесь обратно, не застреваем там. Вот это вот чувство вины, оно вот потом, как бы, если на нем заострить внимание, то потом оно, ай, ну ладно, вот у меня как-то так раньше было, ай, ну ладно, и сегодня, и завтра, и потом мы пошли. Потому что сначала себя ругаешь, а потом себя начинаешь жалеть. Вот. И вот эти эмоции, такие качели, да. Так, еще, можно ли сказать, что ты навсегда разобралась с продуктами, и знаешь, как их регулировать, чтобы вес снижался или не увеличивался? Ну, я могу сказать, да. Да, это прям, ну, как бы, я уже знаю, какие продукты, и знаешь, история с рыбой, я с тобой делилась уже, да, что вот вечером рыбка, все-таки она мне не совсем прям подходит, мне вечером нужно мясо, другое. Чтобы увидеть на утро от веса. На утро от веса, да. То есть, себя я немножко уже, как прощупала, где какие продукты, в какое время, мне больше подходит. Класс. Да, то есть, вот если на полник рыба была, или, ну, любые морепродукты, классно все, все проходит, и, ну, чувствую себя хорошо, а вот на вечер как-то вот. Вот видите, какая связь с телом установлена вообще. Да, то есть, вот эти вот моменты прям очень хорошо просматривать, смотреть, какой продукт съела, что последствия какие идут, и вообще классно. Класс. Так, смотри, есть ли такой продукт, ну, не полезный, от которого ты так и не смогла отказаться? Продукт, от которого я не смогла отказаться. Вот какая-то вредность. Кофе? Ну, кофе осталось, да. Как-то я была, такая была уверена, что я не смогу, смогу без него. Кофе раньше был какой, растворимый? Растворимый. Он у меня иногда тоже бывает, когда капсулы заканчиваются, когда я не могу, хороший, достойный кофе выпить бывает, и этот заходит. Ну, я понимаю, все вредность. Я помню, что мы с тобой благодаря отказу от растворимого кофе ушли от боли в желудке. Да. Это связь, кстати, прямая, да, поэтому. У меня нет боли никаких в желудке, у меня все там замечательно, я проверилась, и, кстати, уже я была на программе, мне кажется, месяца два, и потом как раз у меня пришел мой термин к врачу, и проверилась, и все было замечательно. Я так выдохнула, так классно было. Да, врач сказал, идите, женщина, не обманывайте, на что, у вас что-то болит. Я же пришла, я же записалась к врачу, что у меня изжога, у меня было каждый день, после каждого приема пищи изжога. Представляешь себе, это, ну, какое ощущение, и какой дискомфорт, когда ты ходишь, еще и там соду ешь, и таблетки от изжоги постоянно принимаешь, ну, тоже как бы не совсем хорошие действия. И это все прошло. Это все прошло, да. да, Здесь питание очень важное. Плюс я скажу, что мы уже за этот год, я уже несколько человек, вот у нас на программе, выявила, кто пьет растворимый кофе, и у них начинаются боли в желудке. Вот я не знаю, то ли с кофе что-то не то, то ли... Ну, скорее всего, это, ну, даже... Это тоже один из факторов, который влияет на это состояние. Да, да, поэтому здесь, ну, кофе остался, но, опять же, еще раз хочу повториться, кофе у меня после приема пищи, и один раз в день с утра. Вот, шесть месяцев даром не пришли. Так, еще. Испытывала ли ты мучения или дискомфорт по чувству голода вечером и ночью? Вставала ли ты к холодильнику? Наверное, я приходила к холодильнику. Ой, так, нет, я, вот если с работы пришла, я же, мы только что проговаривали, это, когда пришла с работы, и не было приема пищи, да, я открываю холодильник, я ем. То есть, если ты просто поела 4 раза в день, ты вечером ложишься спать, у тебя нет урчания в животе на 2 этажа. Там все, все хватает, там все хватает. Ну, а как, куда еще урчать? Она 4 раза в день покушала, ну, там больше не нужно. Мы сейчас, кстати, прикрепим вот здесь вот Аня на тарелочке, то есть вы увидите, что это порция достаточно объемная. Это достаточно хорошие, большие порции, просто там уже, ну, некуда впихивать, там уже нет потребности. Голод не, вот если пропустишь прием пищи, вот если пропускаешь, то да, там уже начинается, там вот это вот процессы урчания, там стуков, Жорик приходит, естественно, надо, да, ему что-то дать. Ну, а что, идем в холодильник? Если Жорик пришел, ты ему двери не открыл, он дверь убивает с ноги. Он, да, он чуть позже выбьет, да, действительно, вот этот холодильник открывается. Ну, опять же, в холодильнике творог, пожалуйста, сыры. То есть, даже если ночью пришел в холодильник, у тебя там кроме творога и сыра нет ничего. Нет, там все есть. Ну, этого ничего нет. да, варианта все равно нет. Да, то есть, ты все равно находишь, что положить там, сырок, творожок, я не знаю, ну, вот с фруктами у меня нехорошо пошло на вечер. Ну, то есть, я поняла, когда думаешь, ну, ладно, что-нибудь там, какой-то фрукт, нифига, не идет. Потом начинает какое-то брожение неприятное, вот это вот, газы, ну, ну, это моя история, я не знаю. Ну, как бы вообще в целом история с фруктами на вечер не очень, не очень хорошая. Так, какой для тебя самый сложный пункт в питании до сих пор? Что выполняешь с трудом или неохотой? Так, в питании. Вот видите, какие Аня делает долгие паузы, значит, у нее все прекрасно, ее все устраивает. Мне нужно подумать, задуматься, где же, где же, да. Не знаю, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Где у меня? Вообще, в целом, просто вспомнив свое питание, с чем есть сложность чаще всего? Полдники. Полдники. Полдники, потому что, да, вот, ну, сейчас, если исходя из всего, там, может быть, и ужины были, а вот сейчас, на данный момент, если про сейчас говорить, то полдники. Потому что, я как раз в это время зачастую еду на работу, потому что это добраться до работы надо, да, и поэтому, если я долго вдруг поспала, потому что с утра же мне, в принципе, никуда не надо, единственное, только отвезти детей, там их как-то организовать, ну, в садике, я имею в виду, ну, если не по питанию, то зарядки. Ага. Так, вот этот момент тоже бы я хотела сказать, что вот меньше времени теперь на спорт, на ходьбу вот это. О, хороший вопрос. Вот у меня как раз он следующий. А сейчас на улице все холоднее, и скандинавскую ходьбу нужно будет отложить до весны, да? Нет, откладывать ее не надо, просто я сейчас уже купила очень тепленькие такие леггинсы для спорта, я, кстати, уже где-то показывала их, и кроссовки зимние взяла. То есть откладывать ничего не надо, главное время найти на это время, ну, на тренировку, и все. Сколько у тебя сейчас раз в неделю получается заниматься? Меньше, чем было. Раньше, если было, это три. Хороших три раза, то сейчас там один-два, то есть один, даже вот в ту неделю вообще один раз было. Угу. Угу. Мало. Я понимаю, что мало. Смотрите, у нас сейчас немножечко вот это... Ну, опять натапываешь, ну, очень много ходьбы, но опять же, это другая ходьба, на работе, вот там, там, я смотрю, другое, это совсем другое. Есть нетренировочная активность, да, есть тренировочная активность. С какой сейчас сложностью столкнулась Аня? С тем, что она пошла на работу, то есть мы с ней в мае-июне, то есть мы вот эти полтора месяца, обычно на это уходит прям полтора месяца, потому наша программа и длится шесть недель, мы выстраивали какую-то определенную базу, да, и какой-то, как это сказать, формат вот ее жизни, да, вот, то есть мы выстроили. Когда она завтракает, когда она обедает, когда полничает, да, когда занимается спортом, то есть мы все выстроили, и это все начало работать. Аня привыкла так, ей так удобно, комфортно, классно. Сейчас встроилась в ее жизнь, встроилась работа, и она как будто вот, вот эту всю систему нарушила, то есть теперь уже ужин не получается в то время, как обычно, полдник не получается в то время, как обычно, тренировки периодически вылетают, да, и как будто вот эта система нарушилась. Что в таких случаях делать? В таких случаях, во-первых, ничего не бросать, и не говорить, что там, мне сейчас уже не до этого, не вовремя, не кстати, займусь собой, когда будет время, потому что обычно времени, то что оно и не будет. Просто-напросто, исходя из новых данных, да, из новых, сказать, данных, новой задачи, выстраивать новую систему, которая встроится теперь в эту жизнь, да, вот с этими моментами. Поэтому сейчас понятно, что если у тебя тренировка раньше была вечером, сейчас ее надо переносить на день или на утро, то есть там выбираешь 20 минут, ходишь, не нужно ходить обязательно там час-полтора, потому что полтора часа, ты не найдешь на себя три раза в неделю. 20 минут и точно найдешь. Вот тут у тебя прям вышло, сразу же на поле. А я сейчас новый проект нашла, новый маршрут. Новый маршрут, да. И вот хотя бы 5 минут ты себя приучаешь просто к дисциплине. Потом у тебя вообще нет вопросов идти и бежать, не идти и бежать. То есть ты по-любому идешь, у тебя только вопрос, как долго я сегодня могу этому посвятить время и какой маршрут я выбираю. Все. То есть вот сейчас нужно просто-напросто перенести на другое время тренировку, тогда у тебя вылетать не будет. Это должен быть не вечер, тем более вечером уже темно и приятностей мало. И чуть-чуть мы перестраиваем, получается, режим питания. То есть да, мы чуть-чуть сдвигаем полдник раньше, ужин как получается, в крайнем случае ужин и в 11 вечера остается, да. Чуть-чуть сместился сон. Вот это вот я, конечно, больше всего переживаю, что он еще чуть-чуть сместился, что Аня ложилась пораньше спать. Сейчас получается он уже до 12. Вот. Но в среднем все равно до 12, главное лечь, не сиди лежать до часа, до двух в телефоне, да. И в чатах тем более. Вот. То есть до 12 легла спать, и тогда в целом ты будешь себя хорошо чувствовать. То есть нормально, когда меняются условия жизни, и когда нам надо заново подстраивать свою систему. Это нормально. Мы над этим сейчас работаем, да. Вот. Так. Как, в общем, тело сейчас воспринимает физическую нагрузку? Ну, легче, чем раньше было, это точно. Прям легче. Ну, то есть, если раньше я там с палками шла, прям вот еле-еле надо было пройти, сейчас этот темп прям быстро-быстро-быстро получается, ну, передвигаться. Легкость. Вот. Насчет гибкости, да, там, пилатус. Вот. Вот все эти моменты, какие-то движения вообще не давались. То есть, нуль шансов, да, что-то сделать там, подняться даже. Ну, вообще. Сейчас легче, естественно, вес меньше и энергии больше. тут вот эти моменты просто нужно дальше делать. Это должна быть систематичность. Аня там не начала даже ходить на танцы по четвергам. насколько жалею, что в эти дни сейчас я работаю. Ну, мы что-то сдвинем. Либо работу, либо танцы. Да. Обязательно подстроим. А, классно. Так что мы теперь с ней раз в неделю занимаемся зумбо-фитнесом. Ну что, переходим к интриге. Насколько размеров меньше стала твоя одежда? Не говори в буквах, скажи в цифрах. Вот уже в цифрах оно прям так звучит. Круто. Ты мне говорила цифры. Мы говорим сейчас сразу про европейские размеры. Европейские. Да. ХХХЛ. Это буквы. Скажи в цифрах. Это 50. Восьмой. Шестьдесят первый размер. 58-61. Где это было? И сейчас? Сейчас у меня L. Это сорок восьмой размер. Сорок восьмой. Класс. Вообще очень круто. Сейчас мои штаники сорок восьмого размера. Супер. Просто супер. А те я вот так вот открываю, смотрю, периодически закрываю, ложу. Они у меня как это, знаешь, такая точка отсчета. Да. И они у меня сверху лежат. И я так, мотивация. Пошли дальше. Их надо где-то возле холодильника просто повешать, как шторы. О, Боже. Охваты на сколько сантиметров уменьшились? Сейчас я обязательно посчитаю и вам обязательно вот здесь напишу, потому что мы сделали измерение. И прикреплю фото до Анина и фото после. Вот вы сейчас их уже видите. И обязательно напишу объемы в цифрах. Ну и озвучиваем цифру, на сколько килограмм похудела Аня в целом. Мы начали с веса 138,8. Но это Аня, мы ко мне уже, мы с ней встретились вот на этом диване со 138,8. Но до этого было 140? 141. 141. То есть Аня быстро там два дня пыталась сделать. Я не знаю, что ты делала. 140 и 100, ну я бы знаю, что больше 140. В общем, за пару дней до начала похудения Аня начала худеть. Все нормально. Перед тем, как идти на маникюр, надо сделать одного маникюра. Точно так же и здесь. Я просто не ела, и все. Да, по сути, начала со 140 килограмм и сегодня у тебя вес? 100. Нет, у тебя цифры еще мелькают. У меня 107 и 9. 107 и 9. Ну, опять же. Ну, у нас уже было, по-моему, еще меньше. У нас минимальный был 106. 106, да. Ну, то есть сейчас у нас есть как раз цикл и немножечко поднялся вес. То есть минимальный у нас был на днях 106, на сегодня у нас там 107 с копейками. Вот. Итого получается, если от начала нашего похудения 131 килограмм, если от начала вообще вот моей истории максимального веса, то это 130, ой, господи, 130, 33 килограмма. 33 килограмма. Это очень круто. Слушай, мне надо было купить 33 килограмма муки, тебе показать, как это. Мне кажется, мы сейчас не поднимем это. Да. Ну, или вдвоем. Вот, знаете, я хожу в зал, и когда я беру штангу, а я беру 20 килограмм гриф и по 5 килограмм блины, то есть 30 килограмм. Я вот поднимаю ее, это очень тяжело. Вот, девчата поймут, для мальчиков это может быть не очень, для меня это очень тяжело. Я думаю, боже мой, а ты это носила на себе, ты прикинь? Да. Я-то сейчас, почему я говорю, какая легкость, как я себя чувствую, офигенно. У меня крылья там, мне кажется, уже люди через экран видят, что у меня там крылья, я уже, ну, люди, которых я встречаю вживую, да, вот мои знакомые, родственники, они все говорят, офигенно, просто офигенно, вот другая уже, сияешь, глаза горят, прям, прям вот энергию сразу люди ловят, классно просто. Я не могу ее прятать, она у меня. Выходит наружу всегда. И это классно. Очень большая работа проделана. Мы на этом не останавливаемся. Нет, мы продолжаем. Поэтому мы вам не говорим до свидания, мы говорим продолжение следует. И мы с вами встретимся в следующей серии. Анечка, спасибо тебе. Спасибо тебе. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok